Вы стали осторожно относиться к Челси после поражения от Базеля в самом начале? Или все равно Челси, команда, которая с его добьется, продавит и в общем здесь в этой группе сопетов? Ну вот казалось, был. Да, стоил. Стоил уже очень быстро, там в этом самом первом году, до игрового дня, бороться для выпуска. Глава Рамирас Смику сделал. Мне кажется, кстати, поражение от Базеля это такая хорошая встряска. Там просто было несколько смущек. А ты уверен, что нынешний Шальки сильнее нынешнего Базеля? У меня ощущение шага. Ну вот ты комментируешь немецкий чемпионат, мы, к сожалению, все шаги не показываем. Шальки несколько игр не проигрывал, но сзади там попрежнился плохо. Вот были такие моменты у Шальки в первом тайме, хотя немного их было. Вот это АОКО подключился. У Шальки очень много травм, начиная с Мунтеллара. Там несколько человек основного состава отсутствует. Играл, впереди Буатен, а Собо только издали. По-моему, он бил поворотом с первым таймом. Там ничего не было просто. То есть и впереди тоже проблемы. В перерыве Кирилла Дементьева искал, там Шальки пропустил, а дальше вроде начали давить. Он говорит, что пропустишь второй, и на этом все закончится. Так в итоге получилось, да? Он просто дальше не стал рассказывать. В итоге еще и третий пропустил. Ты вот сейчас увидишь эти два гола, это просто что-то с чем-то труда. Ну понятно, что команда атакует, что сзади там оставляет. Никого не оставляет, но все равно они делали все, не то игроки Шальки. А можно сказать, что Шальки из всех немецких команд? Смотря на то, что на встречу куда-то бросаться. О, ну это здорово, здорово, здорово ушел Азарт, да, совершенно верно. Да, это выход 3-0. И здесь уже надо Торос из таких ситуаций не проматерить. Ты же из таких ситуаций? Я тебя проматерю, если честно. Ну вот в таких ситуациях мы редко оказываемся. А уж как Торос, это мы все можем. Не, ну здесь просто классно вышли из обороны. Браво Азарт, дальше еще и Оскар здорово продолжил. Можно сказать, что Шальки из всех немецких команд в Лиге Чемпионов пока выглядят где-то похуже. И Байеры, но я не беру Баварию с Дорком. Ну и вообще она слабее. И плюс к тому, я говорю, еще драмы. А где обороны у Шальки? Вот сейчас Джоэль Мантип вроде как пытается встретиться, пораждаем. Потом видел забегание Тороса. Думаю, сейчас будет Хентрик, потом такой красивый пируэт. Опа, она. Азарт сам не ожидал. Не, ну как Торос грамотно увел. Здесь надо не только смотреть на действия Азарова. Человек, который с мячом. А тот, который помогает. У меня нет уверенности, что если бы не было Тороса, Мантип бы так не сделал. Ну, нет, шок, как провокация. Вау, царь, оп, забежал. Ну, с такой игрой в обороне, конечно, тяжело шальки будет. Хотя, в этой группе Базель и Сдяо, еще здесь может быть все что угодно. Ну, Базель и Руми сегодня упустил на самом деле победу. Оооо. Оооо. Продолжение следует...